Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы GetCourse в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из GetCourse в другие системы. Например, в Google Sheets ввести учет новых заказов из GetCourse удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных GetCourse. Теперь необходимо указать действие, получить данные. На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт GetCourse, на который будут приходить данные. В этом окне вы можете дать ему название при необходимости или просто кликнуть сохранить. После создания виртуального аккаунта выбираем его в списке и продолжаем настройку. Скопируйте URL для приема данных и перейдите в личный кабинет GetCourse для настройки. Нам необходимо перейти в раздел задачи – процессы. Далее нам нужно создать новый процесс. Вы можете дать ему произвольное название, например, в зависимости от того, какие данные будут использоваться и в какую систему они будут передаваться. Далее необходимо указать тип объекта, с которым мы будем работать. На выбор доступны заказы, пользователи, покупки и звонки. В данном случае я хочу настроить получение новых заказов. Мне не нужен шаблон процесса, поэтому я указываю без шаблона. Далее кликаем «Создать». На этом этапе в разделе «Массовое создание задач» отмечаем пункт «Периодическая проверка». Необходимо указать правила вхождения объекта. Например, я хочу, чтобы заказ передавался в Apex Drive по дате создания. Далее необходимо указать GetCourse с какой даты нужно начинать передачу данных. Далее необходимо выбрать дату начала проверки. Теперь необходимо сохранить созданный процесс. Далее переходим на вкладку «Процесс». Добавляем новый блок «Операция». Выбираем пункт «Вызвать URL». В появившемся окне в поле URL необходимо вставить скопированную ссылку в системе Apex Drive. Далее после ссылки через знак вопроса необходимо добавить переменные, которые будут передаваться при создании заказа. Пример этих переменных описан в нашей справке по настройке GetCourse как источника данных, поэтому просто скопируем их оттуда. Если вы захотите использовать какие-то другие переменные, об этом можно подробнее узнать в технической поддержке системы GetCourse. Также ссылка на нашу справку с примером переменных будет в описании к этому ролику. После копирования переменных переходим в GetCourse и продолжаем настройку. Вставляем скопированные переменные после указанной ссылки URL. После всех манипуляций кликаем «Сохранить». Далее необходимо добавить еще один блок «Завершение процесса». После добавления блоков нам необходимо последовательно соединить их между собой. Далее необходимо протестировать эту настройку на реальном заказе, поэтому кликаем «Тестировать». Далее нам необходимо указать номер заказа, на примере которого мы хотим произвести тестирование. Также отмечаем галочкой «Выполнять действия по-настоящему». После того, как тестирование выполнено успешно, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Google Sheets». Теперь необходимо указать действие «Добавить строку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. После того, как подключенный аккаунт отобразился в списке, кликаем «Продолжить». Теперь необходимо выбрать файл и лист Google таблицы, на который вы будете передавать данные из GetCourse. После выбора у вас отобразятся колонки Google таблицы. Для того, чтобы назначить переменную, необходимо кликнуть в нее и выбрать из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». Переходим в Google таблицу и проверяем результат. Если вас все устраивает, продолжаем настройку в системе Apex Drive. На этом настройка приема данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настройок интеграции и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok